Школьная форма это не просто одежда для учеников, она служит отражением культурных традиций страны. Поэтому неудивительно, что одежда школьников в разных странах так отличается. Итак, школьные формы в разных странах мира. В Таиланде школьная форма самая сексуальная. В Таиланде все ученики обязаны носить школьную форму. Но в начальных классах форма выглядит вот так. А вот студентки в Таиланде стремятся выглядеть взрослыми и часто выбирают обтягивающие блузы и короткие юбки. С глубокими разрезами. Школьная форма Англии самая строгая. Стиль британской школьной формы классика. Все обязаны носить максимально строгие юбки, штаны и пиджаки. Психологи утверждают, что этот классический стиль одежды подсознательно влияет на темперамент студентов Англии. То есть студенты обладают очень вежливым и сдержанным темпераментом. Школьная форма в Корее самая джентльменская. Те, кто видел фильм «Дрянная девчонка», наверняка помнят школьную форму, в которой была одета эта героиня. Именно такая одежда является наиболее распространенным видом школьной формы в Корее. Мальчики носят белые рубашки и брюки западного стиля. Девушки носят белые рубашки, темные юбки, жакеты и галстуки. Форма как бы намекает на то, что мы одеты строго, но стильно и современно. Не настолько консервативно, как одеты английские студенты. Школьная форма в Японии самая морская. В японской школьной форме для девочек использованы морские мотивы. А именно эти галстуки, воротники и рукава с белыми полосками. Которые очень напоминают морских военных, которые служат на флоте. А именно форму матросов. Школьная форма в Малайзии самая консервативная. Все учащиеся в Малайзии подчиняются довольно строгим правилам. Платья для девочек должны быть достаточно длинными, чтобы закрывать колени. А рукава рубашек должны закрывать локти. По сравнению с тайскими учениками, малайзийские гораздо более консервативны. И неудивительно, ведь религия у них ислам. Школьная форма Австралии самая унифицированная. И очень похожа на одежду из фильма «Лепрекон». Так и хочется бросить этим детям грязные ботинки для чистки. Ведь лепрекон очень любит чистить пыльные ботинки. Ученики в Австралии, как мальчики, так и девочки, должны носить черные кожаные туфли и белые носки. Они носят школьную форму все время, кроме уроков физического воспитания. Школьная форма в Амане самая этническая. Школьная форма в Амане, как полагают, имеет самые ярко выраженные в мире этнические особенности. Ученики и студенты носят традиционные одежды, а студентки носят вуали. Школьная форма в Бутане самая практичная. Ученики в Бутане не носят ни сумок, ни портфелей. И проще школьной формы, чем у них, и быть не может. Они носят все школьные принадлежности и книги прямо в одежде. Какая же все-таки эргономичная форма? Очень удобно. Обмотался тканью утром, положил за пазуху тетрадки и потопал в школу. Главное, школьную форму не перепутать с полотенцем. Школьная форма в Соединенных Штатах самая свободная. Ученики ходят в школу кто в чем хочет. И каких-либо правил по поводу школьной формы нет. Хоть в ночнушке приходи на уроки. А вот школьная форма в Китае самая спортивная. Возможно это связано с тем, что в Китае люди огромное внимание уделяют здоровью. И чтобы дети не были стеснены в движении и чувствовали себя комфортно во время учебы. В Китае предпочтительно спортивная школьная форма. Но это все же хоть какие-то правила, которые вырабатывают дисциплинированность. В отличии от США, где нет общих понятий о школьной форме. Хорошо это или плохо, никто не знает. Ну а если вам понравился этот сюжет, ставьте лайки под этим видео и не забывайте подписываться на канал.